После длительного перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекции, экскурсии по программе «Активное долголетие» вновь возобновились. Сегодня на Советской площади собрались участницы проекта, чтобы отправиться в село Ям, в храм Флора и Лавра. К сожалению, по новым правилам в экскурсии может участвовать строго ограниченное количество человек, но число желающих обычно больше. В связи с ограничительными мерами положено не более 12 человек, но дело в том, что желающих очень много. И я не уверена, что именно 12 будет. Наверняка подойдут какие-то люди, собственно, они уже подходят и просят, чтобы их тоже взяли обязательно с собой на экскурсию. Евгения Бишева впервые участвует в экскурсии. Человек по жизни неугомонный, выйдя на пенсию, решила реализовать многие свои задумки. «Хочу на йогу записаться. Не знаю, получится или нет, но мечтаю. Но с палками скандинавскими сама хожу начала». Еще одна дебютантка – Светлана Кадырова. Очень верит, что ее ожидания сегодня оправдаются. «Ожидаю большего чего-то красивого». Для всех участников строгие правила. Автобус только в маске. Рассадка с соблюдением дистанции. Ведь в этих экскурсиях безопасность на первом месте. Ну а в планах историко-культурного центра уже новая поездка. 31 августа участники программы «Активное долголетие» отправятся в усадьбу Суханово. Все места уже забронированы. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.